добрый вечер всем меня зовут виталик я алкоголик сегодня с милостью божией и при помощи нашей программы я трезвые два года 27 дней спасибо что позвали спасибо что пригласили если честно я немножко волнуюсь потому что сам выбрал тему 6 7 шага на самом деле не очень популярная тема ну в тех анонимных алкоголиках ну на тех группах что я бываю я бываю на разных группах и на живых и на skype но я как всегда когда меня приглашают на спикерский вообще все все что касается программы выздоровления всегда всегда советуюсь со спонсором и еще в самом начале нашего пути да то есть я принял тот ту ну ту концепцию которая нам предложил предлагает программа что не важно что спонсор всегда прав да то есть спонсор всегда прав даже когда он не прав он всегда прав и всегда нужно к этому относиться вот так вот и я действительно я на самом деле послушность спонсорная пон push которая послушных под спонсорной но не будьте алкоголиком да и оставая не проявлял часто свое или а да ну нужно же убеждаться а в самом ли деле спонсор все время А как это можно убедиться? Ну, можно попробовать рискнуть, не сделать то, что говорит спонсор, но, опять же, проявить своеволю. И вот в таких маленьких вещах, да, то есть в больших я не рискую, да, я знаю, чем чревато своеволей и не делать то, что говорит спонсор, ну, что относительно программы «12 шагов». А в таких вот мелочах, типа как спикерская, да, я постоянно иду к спонсору, спрашиваю его, а что мне поспикерить на этот раз, он мне говорит тему, я всегда иду спикерю по другой теме. И всякий раз убеждаю, что, скорее всего, скорее всего, все-таки спонсор был таки прав, поэтому, да, поэтому у меня никогда нету сомнений, в принципе, насчет того, что мне советует спонсор. И на этот раз вот я почему-то решил послушаться спонсора, да, поговорить про шестой-седьмой шаг, тем более, что за те два года, что я нахожусь в программе, эти шаги действительно первое время моего выздоровления были мне абсолютно непонятны. То есть мне многое чего было непонятно в программе, да, я на самом деле редко встречал людей, которые бы рассказывали, что вот они пришли в программу, стали делать шаги, и как бы и все понимали, и все было для них. Да, многие называют шестой-седьмой шаг забытыми шагами, потерянными шагами. И я когда пришел в программу, да, два года и 27 дней назад, когда я впервые услышал про анонимных алкоголиков, я услышал про них в закрытом реп-центре, я, у меня не было никакого сомнения, да, что мне нужно, что я сделаю шаги, да, это не потому, что мне так нравилась сама идея шагов, да, на самом деле, как я уже сказал, я мало что понимал про шаги, когда вот про них услышал первое время, первые разы, я мало что понимал, то малое, что я понимал, мне очень не нравилось, да, то есть и вообще мне это все не нравилось, вообще мне не нравилась идея анонимных алкоголиков, собраний, спонсора, бога, наверное, это мне больше всего не нравилось, да, но тем не менее, тем не менее, тем не менее, я, у меня не было никакого сомнения, что мне это нужно сделать, по одной простой причине, больше мне делать ничего не оставалось, да, вернее, единственная альтернатива, которая существовала у меня на тот момент, это просто умереть от алкоголя, да, я умирал, я умирал в тот момент, когда я пришел в программу, ну, буквально вкратце, буквально в двух словах о себе, и я честно заслужил, да, называться, я честно заслужил называться алкоголиком больше 20 лет, пьянство, употребление других веществ, у меня, так сказать, в моем послужном списке, которым можно гордиться, естественно, только в анонимных алкоголиках, ну, или в других анонимных сообществах, аресты, приводы в полицию, 4 месяца тюрьмы, больница, цирроз печени, и после всего этого, вот, после всего этого я все равно продолжал пить, я продолжал пить, прошло буквально полгода после того, как меня врачи вытащили с того света, и, ну, у меня был диагноз рост печени, и только-только я немножко оклемался, буквально совсем немножко, пришел в себя, я, я, я пошел опять бухать, да, я пошел опять бухать, и мне, я, мне уже казалось, что я никогда не остановлюсь, мне казалось, никогда я не остановлюсь, у меня не было на это уже никаких сил на то, чтобы остановиться, да, и на самом деле не было особо никакого желания останавливаться. Столкнувшись вот за те полгода с той трезвостью, и побыв трезвым, да, это была, наверное, моя, ну, первая стабильная трезвость, вот, ну, после больницы месяцев 6, да, за предыдущие, наверное, 15-16 лет, я понял то, что, в принципе, знал всегда, что трезвость, ну, ну, не мое это, не мое это трезвость, я не любил трезвость никогда, я из тех людей, которые, ну, я считаю, которые были обречены, да, обречены на то, чтобы стать алкоголиками, мне, потому что мне никогда не нравилось трезвое состояние, мне это не нравилось за много, задолго до того, как я впервые в жизни попробовал алкоголь, мне казалось, что все не так, все вокруг не так, вот, это постоянно испытываю мною чувство тревоги, раздражения, неудовлетворенности, страхи, сегодня я знаю, что это все происходит из-за моих дефектов характера, моих недостатков, на тот момент я это не знал, я об этом не подозревал, и поскольку мне не нравился, мне не нравились вы, мне не нравился весь окружающий мир, мне не нравилось вообще ничего, то есть я, естественно, я считал, что проблема заключается в вас, да, в вас, я имею ввиду, в других людях, да, в окружающем меня мире, да, а не то, чтобы проблема заключается во мне. И, естественно, когда, и, естественно, я считал, что должно что-то произойти, раз так, да, должно произойти что-то, что-то должно произойти вне меня, да, для того, чтобы я перестал пить. Я ждал, что случится что-то такое, ну, скорее всего, хорошее или даже очень-очень хорошее, да, настанет тот день, настанет тот момент, что мне не придется больше пить. И я достаточно часто уже думал и представлял себе этот момент, особенно последние годы, годы моего пьянства, да, я понимал, что я пью много, я понимал, что пить каждый день, пить каждый день по литру-полтора виски, запивая это пару литрами пива, каждый день, да, я поступаю, вероятно, ну, не очень умно. И действительно я ждал вот того, чего-то такого, что случится, но было две проблемы, то есть это всегда должно было случиться завтра, то есть завтра, сегодня я еще буду пить, а завтра вот случится, наверное, что-то вот это вот такое прекрасное, и у меня будет, и я останусь трезвым в тот день. Но вторая проблема, да, что всегда, когда я об этом думал, я был пьяным, да, то есть я думал о том, что как бы хорошо было бросить пить, да, в момент алкогольного опьянения, да, на следующий же день, когда я немного приходил в себя, я начинал трезветь, единственное, о чем я мог думать, естественно, это о том, как бы опять выпить. И вот в таком вот кругу я находился, да, в таком, как белка в колесе, и покуда не оказался в 36 лет, да, то есть в 36 лет я оказался в больнице умирающем, как я уже рассказывал, и мне показалось, что вот оно случилось, то, да, что, ну, больше я не буду пить. Я, конечно, по-другому представлял себе, как я уже сказал, я-то предполагал, что это будет что-то такое красивое и прекрасное, но все-таки окей, да, я решил, ну, случилось, как случилось, значит, понятно, понятно, что больше пить я не буду, то есть, ну, нужно быть, как бы мне казалось, ну, полностью сумасшедшим, да, чтобы после, чтобы с циррозом печени, ну, плюс еще, кроме этого, почки фактически не работали, поджелудочная, да, то есть я действительно умирал, и врачи боролись за мою жизнь, и мне, опять же, я думал, что, блин, нужно быть, как бы полностью, абсолютно больным на голову, да, чтобы после всего случившегося опять запить, и, ну, я тогда просто не представлял, да, что больной на всю голову, это речь идет про меня, и, как я уже сказал, я запил, я запил через полгода трезвости, опять же, никаких особо причин, я бы мог бы привести, там, тысячу и одну причину, почему я запил, да, сегодня я знаю, что существует одна, одна единственная причина, по которой я пью, это та причина, что я алкоголик, и трезвость, это невыносимое состояние для меня, да, я пью, потому что, по одной простой причине, потому что я не могу быть трезвым, из чего следует, да, что моя проблема на самом деле не является алкоголь, да, моей проблемой является трезвость, и в то же самое, в нервно разных этапах жизни, да, люди говорили, родители, учителя в школе, я не знаю, полицейские, врачи, психиатры, да, ну, глядя на меня, что я делаю со своей жизнью, говорили, вот ты хороший парень, да, в принципе, вот единственное, у тебя проблема, да, у тебя проблема с алкоголем, и такой вот подход, он был, как бы, заранее обречен на неудачу, да, потому что я прекрасно-то ведь понимал, да, что на самом деле, на самом деле это не так, вы ничего не понимаете, у меня нету проблемы с алкоголем, алкоголь, это единственная вещь в мире, с которой у меня нету проблемы, да, у меня проблема со всем, как я уже сказал, абсолютно со всем, с людьми, с, не знаю, политиками, с погодой, со страной, со всем, я не знаю, там идет дождь, у меня есть проблема, не идет дождь, проблема, людям не улыбаются, есть проблема, не улыбаются, есть проблема, то есть совсем в жизни у меня есть проблема, единственное, с чем у меня нету проблемы, да, Это вот с алкоголем. Он как раз таки для меня является выходом из этой проблемы. И когда во время моего последнего запоя я в принципе уже понял, что я пью после сроза печени, что я скоро умру. Я не хотел умирать. Я не хотел умирать, но как жить трезвым и зачем бы это делать? То есть на тот момент у меня не было уже никаких идей. И я даже считал, да и не хотел я честно жить. Мне было уже настолько плохо, что я не хотел жить. И я ошибочно считал, что вот это вот состояние, что если мне не хочется жить, оно автоматически подразумевает, что я готов умереть. Оказалось, что это совсем не так. Оказалось, что это совсем не так. То есть я могу это действительно со своего опыта рассказать. Да, я много слышу от наших ребят. Причем чем более молодые ребята, тем более они как бы относятся к смерти. Да, знаете, я лучше там сдохну. Да, мы все равно все умрем. Да, я буду вот это. Да, это совсем не так. Даже если мне настолько, настолько противила моя жизнь, что мне действительно не хочется жить. Это еще совсем не значит, что я готов умереть. И поняв это в какой-то момент, да, я... И поняв, что я вот-вот я умру, да, то есть уже полгода я пил, пил не переставая ни один день. Я понял, что я вот-вот умру. И я не знал ничего ни про анонимных алкоголиков, ни про программу 12 шагов, ни вообще ни о том, о чем мы с вами говорим. И единственное, что я знал, что да, что меня надо где-то закрыть, тупо закрыть, чтобы у меня не было доступа к алкоголю. И, соответственно, все то время, когда у меня не будет физического доступа к алкоголю, я, наверное, сумею прожить еще какое-то время, да. То, что я буду пить потом, да, то есть это вообще не вызывало у меня никаких, ни малейших сомнений. Тем не менее, да, так я очутился вот в закрытом репцентре, где я впервые услышал про анонимных алкоголиков и про нашу программу. И сразу понял, что, ну, в принципе, это единственное, да, что я могу еще как-то попытаться, что, может быть, оно как-то сработает. Я не верил в то, что это сработает. Я на тот момент уже ничего не верил, ни на что не полагался, но я вцепился, как сказано у нас в книге, да, в эту программу, вот, как утопающий, да, вот, потому что действительно, потому что действительно я понимал, что, о чем говорит первый шаг, да, как я его понимаю, да. Первый шаг говорит для меня, в крайнем случае, да, что ты умрешь. Ты умрешь алкоголиком, и, скорее всего, ты умрешь от алкоголя. И что бы ты с этим ни делал, да, и ничего ты с этим не сможешь с этим поделать. И так я пришел в программу, так я начал делать шаги. То есть первый шаг у меня был абсолютно твердый, первый шаг. Я понимал то, что ничто не может меня спасти, избавиться, решить мою проблему, да, все, что касается мира людей. То есть я имею в виду там ни психиатры, ни больницы, ни врачи, ничего, да. Поэтому я понимал, что только что-то вот выходящее за рамки вот этого человеческого этого, ну, Бог, да, я не верил в Бога. Но я понимал, что только Он и может меня избавить от этого. И решение, то самое решение третьего шага у меня было, я был готов перепоручить в тот момент Богу, черту, Деду Морозу, да. То есть мне было не важно, да, у меня была, ну, абсолютная готовность делать все, все, что мне скажут. И когда я уже по выходу из репцентра, я пришел на собрание, со спонсором мы начали делать шаги, читать большую книгу, написал четвертый шаг. В четвертом шаге, что важно, да, что я не увидел, в принципе, ничего нового, да, то есть невозможно увидеть в четвертом шаге ничего нового, да, потому что четвертый шаг это про меня, да. То есть все, что было в четвертом шаге, я написал про, я написал всю правду про себя, но посмотрев на то, что у меня там получилось в четвертом шаге, и сделав пятый шаг со спонсором, да, то есть я прекрасно понял, почему, да, почему невозможно жить для меня трезвым, да. То есть, ну, невозможно вот со всем вот этим вот, да, жить трезвым. Да, в принципе, в принципе и не имеет никакого смысла жить трезвым, да, с таким количеством дефектов характера, с таким количеством обиды, эгоизма, страхов, да, это просто, просто незачем. И поэтому идею пятого, ну, шестого, седьмого шага, принципы, да, был ли я готов, был ли я готов, чтобы Бог избавил меня от всех моих дефектов и недостатков, да, я был готов. Мне было очень плохо, и мы как-то проскочили через, мы сделали шестой, седьмой шаг со спонсором, и сразу же я перескочил на, ну, перешел в восьмой, девятый шаг, десятый шаг. Через какое-то время закончили шаги, начал спонсорить, и да, мне стало гораздо лучше. У меня появилась нормальная, стабильная трезвость, меня отпустило. Как обещано в нашей книге, алкоголь перестал быть для меня проблемой, от меня ушло вот это вот навязчивое, навязчивое стремление к выпивке. И вроде бы все нормально, появились свои подспонсорные, я начал проводить сам людей по шагам. Я находился все время в сообществе, много служу, служил и служу до сих пор. И в какой-то момент я почувствовал, что мне плохо. Мне плохо. И я сначала не понял, что происходит, в чем дело. Вроде бы я все делаю правильно. Вроде бы я все делаю правильно. Я сделал шаги, у меня есть подспонсорные, у меня есть домашняя группа, у меня есть служение. И ответ в этом, да, я нашел, когда начал делать регулярно 11-й вечерний шаг. Я действительно в какой-то момент считал, что я избавился, да, от моих основных недостатков, от моих дефектов. И у меня фактически их не осталось. То есть, да, мне было, мне было, вот меня отпустило, меня отпустило, боль ушла. И мне казалось, что так и останется навсегда, да, так будет все время. И никаких серьезных дефектов и недостатков у меня, в принципе, нету. И только, и только вот повторная вот эта боль в трезвости заставила меня искать, в чем же действительно, в чем же заключается моя проблема. Оказалось, я действительно абсолютно не готов, чтобы Бог продолжал. Я не готов, чтобы меня Бог продолжал избавлять от моих недостатков и дефектов. Я не готов на них даже смотреть. Я не готов их искать. Это очень важно. Это очень важно. Потому что без этого, да, без того, что я буду видеть свои недостатки, и я не буду просить Бога о том, чтобы Он избавил меня от моих недостатков, не будет того самого духовного прогресса, благодаря которому я остаюсь трезвый, и моя трезвость, моя трезвость устраивает меня. Да, у нас закончилось время, поэтому, да, спасибо, наверное. Хотел поговорить все-таки про шестой-седьмой шаг, но как получилось, так получилось. Огромное Вам спасибо. Огромное спасибо. Ребята, если есть вопросы к спикеру, у нас есть время, вы можете поставить свои единички. Вот у Юлия. Юлия, твои единички, дамы пожаловать. Всем привет, Юлия, алкоголик. Спросите большое за зрительство, за опыт. И как раз этот вопрос все-таки по шестому-седьмому шагу. Углубь, пожалуйста. Я слышу, да. Да, я слышу, я не слышал вопроса, Юлия. Вопрос шестой-седьмой шаг все-таки углубь его. Окей, углубить шестой-седьмой шаг. Смотрите, шестой шаг, да, он говорит о том, что мы полностью подготовили себя. То есть, речь идет о состоянии готовности. Я готов, чтобы Бог избавлял меня от моих недостатков. И, соответственно, я готов делать свою часть. То есть, да, мы понимаем, что Бог делает свою работу, а мне все-таки нужно сделать свою часть работы, да. Когда я делал первый раз шаги, я был, как я уже говорил, я был готов на все. Но меня толкала на это боль, да. Меня толкал на это страх. Мне было очень плохо первые полгода, когда я находился в программе. Я очень боялся сорваться. Я понимал, что срыв для меня, срыв и смерть, это означает одно и то же. Поэтому у меня была готовность. Я действительно был готов делать все для того, чтобы Бог избавил меня от этих недостатков. Но ведь в чем заключается чудо программы? Да, самое большое чудо программы и вот опасность, которая на себя таит. Я в одно время слышал это спикерской. Кэти Паркер очень хорошо это сказала. Что дары программы уводят нас от самой программы. И чем мое состояние становится лучше со временем, мое состояние улучшается. Как результат моих действий. Как результат моих действий и работы Бога. Моя трезвость становится лучше и лучше. Уходит мое плохое самочувствие, мое депрессия, мое плохое настроение. И меня отпускает и готовность, вот эта вот готовность, которая есть первое время выздоровления, она уходит. И Бог действительно забирает те недостатки, самые-самые разрушительные недостатки. Они уходят. Они уходят вот при первом, так сказать, при первом... Ну, это называется, я немножко не люблю круг шагов, да, потому что шаги я понимаю как ежедневная работа. Но вот когда я делал первый раз, читал книгу со спонсором, да, Бог забрал мои самые явные недостатки. Те, которые причиняли мне больше всего вреда. И, в принципе, остаются те недостатки, которые, ну, скажем так, они меня... Я, конечно, понимаю, что это, как бы, это, да, это мои дефекты, это мои недостатки. Но я как-то готов с ними жить, да. То есть я не хочу сильно напрягаться для того, чтобы избавиться от чего-то, что мне не мешает сильно. Но, но, шестой шаг говорит о том, что мы полностью подготовили себя, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков. И для того, чтобы Он избавил, мы должны просить себя смиренно. А вот эти два состояния, смирения и готовности, они достигаются, к сожалению, таким, как я, только, ну, как сказать, при помощи, посредством боли. Боли. То есть первая готовность и первое смирение, которому я научил, это была вот эта вот боль, которую мне представлял... Мне, мне давал мой алкоголизм, а через год, через год уже вот полтора трезвости, да, мне было больно в трезвости. И только вот этот вот дискомфорт, то есть чувствуя себя, что мне плохо в моей трезвости, несмотря на то, что я вроде бы делаю все по программе. Я вроде бы делаю все по программе, но на самом деле я действительно, я не был, у меня не было готовности отдавать Богу свои, свои вот эти вот мелкие всякие дефекты. Мне было удобно с ними и я, как всегда, один из моих основных дефектов, да, это то, что я привык к легким путям. Ну, вот как-то так, спасибо. Виталий, огромное спасибо за спикерскую. Там у нас стоит Данила, единичка, а Данила, давай мы перенесем твоя единичка в чайную. Я надеюсь, что наш спикер останется, он сможет сам ответить на все твои вопросы. Время нашей программы подходит к концу. Может, кто-то чувствует себя в опасности? Есть пару минут на непреодолимое желание. Так, объявление, так, объявление, наш объявление, блок объявлений ведущего. У кого есть объявление, касающее нашей группы или А в целом? Так, собрание проходит ежедневно в 7 утра в 12 дней, 8 часов вечера по московскому времени. 10 ноября в воскресенье в 8 часов вечера опытом поделится Андрей алкоголик. 6 лет, 3 месяца трезвости. Домашняя группа А и Иерусалим, Израиль. Тема трезвости это процесс. Также не забираем о трезвом тренице. Другие одногруппники, братья сиропы на сегодняшний день. Свободное служение. Первый зампредседателя в интергруппе. Второй собирающий. Третий казначей. Четвертый ответственный за самим группы независимости. Также мы есть контакт. У нас есть журнал «Навес твал». Не забираем о нашей тренице. А именно, каждой группе я следую полностью обираться на собственные силы, отказывать себя от помощи извне. Благодаря этому традициям покрываем расходы группы. Размер по ошибке, каждый определяет себя сам. И оно не является обязательным. Внимание те, кто хочет работать по программе «12 шагов» со спонсором. Обратите внимание на людей, готовых вам помочь. Я хочу написать слово «спонсор» тем, кто может оказать помощь наставника прохождения 12 шагов. Спасибо. Спонсор Людмила. Спонсор Катя. Спонсор Елена. Спонсор Катрина. Спонсор Углова. Спонсор Виталий. Спонсор Денис. Спонсор Катрина. Что менее выраженные дети — это мнение, как и те, кто говорил. Предъявите же то, что вам понравилось. Историю слышной вами были рассказаны в доверии. Сраните их только в вашем сознании. Обещание девятого шага. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом, если тем не захотим полным длительность забывать о нем. Мы узнаем, что такое чистота, ясность, спокой. Как бы низко мы ни были в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Ищем защищение ненужности и жалости в себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше самолюбие. И в нас усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от эгоизма. Изменится наше мировоззрение, исчезнет страх перед людьми и неуверенность экономить. В общем, все условия мне не нравятся изначально. Такой вопрос. Да, спасибо за вопрос. Конечно, конечно, трезвый я или пьяный, окружающий мир, он не меняется. И люди не меняются. И обстоятельства не меняются. Это понятно. Но меняюсь я сам. Меняюсь я сам. Вы знаете, есть много, я стоя за эти два года, я действительно очень много нахожусь в сообществе. Я хожу регулярно на собрания, слушаю многих спикеров, слышал огромное количество рассказов людей. Ну, много опыта, мне кажется, я услышал за эти два года, да. И у всех есть своя версия, что из себя представляет наш алкоголизм. То есть, ну, тот алкоголизм, да, я не говорю про пьянку, да, про мокроалкоголизм, да. А в чем причина вот этого вот нашего сухого алкоголизма. Вы знаете, мне кажется, что поиск причины, да, он не совсем, да, не совсем важен, да, почему так случилось. Как говорит одна моя знакомая, да, у человека, который попал в жопу, да, есть обычно два вопроса. Как я туда попал и как мне оттуда вылезти, да. И проблема в том, что мы думаем, что эти два вопроса как-то взаимосвязаны. Взаимосвязаны. А на самом деле они не взаимосвязаны, да, к чему я это говорю. Я не знаю, почему это так случается, почему мне так плохо в трезвости. Я действительно считал, я действительно верил, что что-то не в порядке с этим окружающим миром. Тем более, что мне говорили много раз, что я, в принципе, наверное, такой нормальный, малый. То есть мне казалось, что я нормальный, да, и раз мне так плохо в этом мире, значит, мир ненормальный. И придя в программу «12 шагов», да, то есть мне пришлось принять, принять вот эту вот концепцию, да, о том, что на самом деле больной и ненормальный здесь я. Да, ведь в чем проблема, да, мне раньше казалось, что я больной человек, потому что я бухаю. А на самом деле выяснилось, что я бухаю, потому что я больной человек. То есть изначально со мной не в порядке. Мне нравится, как это Чак Чи описывает в своей книге новые очки, да, вот эта вот черная дыра. Да, вот эта вот черная дыра. Я не знаю, почему, происхождение, почему это так. Я знаю, как факт она есть. И ничем ее не закрыть, да, и вот алкоголем. Алкоголем, да, алкоголю удавалось эту дыру залить какое-то время, покуда алкоголь не перестал действовать, да. И нам предлагается другое, да, другое средство, которым можно попытаться закрыть вот эту вот дыру в бок. Да, бок. Сказал один французский писатель, да, у каждого человека внутри дыра размером с Бога. И каждый заполняет ее чем может. Вот, в моем случае, да, эту дыру невозможно заполнить ничем, кроме как самого Бога. И придя в программу, и делая предписание программы, и делая честно, и это нелегкий путь. Это мне было нелегко, мне ничего в программе не было легко, мне не нравилось абсолютно ничего, вообще ничего не нравилось. Вот у нас говорят, что у нас программа, она простая. Программа-то простая. Дело в том, что я как бы больной на всю голову, да, и для меня, я тот человек, для которого простые вещи, они самые сложные на свете. Это еще один из, так сказать, симптомов моего алкоголизма, если хотите, из моих недостатков. И, но тем не менее, тем не менее, благодаря шагам, благодаря программе, благодаря спонсору, ну, и только Божьей милости, да, начало меняться мое внутреннее состояние. Уходит беспокойство, уходит раздражение, уходит вот это вот чувство постоянного недовольства, неудовлетворения. Оно не исчезает полностью. Оно не уходит, оно уходит настолько, что я начинаю себя в какой-то момент чувствовать более или менее нормально. Я себя чувствую, начинаю чувствовать более или менее нормально. И чем лучше я себя чувствую, как ни странно оказалось, тем в лучшую сторону, оказалось, меняется мир. Ведь окружающий наш мир, это всего-навсего результат моего восприятия и моего отношения к этому миру. Когда мне плохо, вокруг меня все плохие, и мир плохой, и все плохо. А оказалось, что в тот момент, когда мне нормально, хорошо, так оказывается, что все не так-то уж и плохо, да. И солнце оказывается ярко светит, и птички оказывается прикольно поют, и люди оказывается улыбаются, и не все такие твари и мрази. То есть все это зависит от моего внутреннего состояния. Именно от моего внутреннего состояния. И правильно, да, мир вокруг нас не меняется. Но мы благодаря программе, благодаря шагам, благодаря Богу, да, мы можем меняться сами. И как результат этого меняется окружающий нас мир. Ну вот как-то так. Спасибо. Я там поставила единички. Я Таня Анатолик. Среди своим спикерским сказал такую фразу. Я не готов. Был освобождаться от мелких недостатков твоего характера. Скажи мне, пожалуйста, что такое вот мелкие недостатки твоего характера. И удалось ли тебе, или удается от них освободиться. И если можно, покороче, вот так же. Такой-то, такой-то, такой-то. Расвободился вот каким образом. Так. Не расслучит, покороче. Спасибо. Окей, я понял. Спасибо за вопрос. Лень. Лень. Самый такой распространенный характер, да. Я сделал обязательную часть программы. Для того, чтобы оставаться трезвым. И не умирать от алкоголизма. И то, что мне казалось абсолютно вот тяжелым и неподъемным, программа 12 шагов, она из разряда очень тяжелых перешла в тот разряд достаточно легких. Да, сегодня мне легче всего находиться в сообществе и делать 12 шагов в сообществе. Но я понимаю, что для того, чтобы оставаться трезвым, мне нужно идти и продвигаться по жизни. И много чего делать, да. В 40 лет, фактически в 39, у меня нет образования, нет семьи, нет вообще фактически ничего. Я все пропил. И мне нужно начинать предпринимать какие-то действия с моей стороны. И мне лень. Мне лень. Мне лень. Мне гораздо легче пойти на собрание. Мне гораздо легче пойти поспекерить. И я понимаю, да. И мне это не доставляет боли. Мне не доставляет боли. Я понимаю, что хорошо и надо было бы начать что-то своей жизнью. Но это мне не доставляет боли. И поэтому у меня не хватает готовности для того, чтобы поднять свою задницу и пойти начать что-то делать. Но ведь в шестом шаге сказано, да. В шестом шаге сказано, что если нам не хватает этой готовности, мы просим ее у Бога. Если у нас не хватает вот этого желания, чтобы Бог исправил все наши недостатки, нам нужно просить этого у Бога. И это инструмент шестого шага. И опять же, и очень важно увидеть эти вот мелкие недостатки. Опять же, вечерний одиннадцатый шаг, эти одиннадцать вопросов, которые в книге всплывают. Огромная, огромная куча всяких разных дефектов и недостатков. Ну, вот как-то так. Так, и освободился хоть от чего-нибудь. Да, конечно. Конечно. Ушли много страхов. Ушли много... Не, я про недостатки. Статки это страхи, а недостатки характера, я про это. Ну, я бы не мог сказать, что страх это не недостаток, да. Тот страх, который есть у меня, тот эгоистический страх, который меня часто парализует, он и является причиной почти всех моих дефектов и недостатков. Да, недостатки уходят, недостатки уходят. Я... Не все, много чего осталось. Но недостатки не уходят полностью. Работа по шагам, это ежедневная работа. И я сегодня, мне кажется, я склонен предполагать, что на самом деле мы не избавляемся фактически ни от каких своих дефектов и недостатков. Да, эти дефекты и недостатки... Я верю, что в человеке поровну, да, в нем есть все дефекты и недостатки, и в нем есть все противоположности этих дефектов и недостатков. Сегодня, благодаря моей работе по программе, эти дефекты и недостатки не управляют моей жизнью. Они есть, они никуда не ушли. Я тот же человек, который был два года назад, который был 20 лет назад, я такой же и сегодня. Все мои дефекты, все мои страхи, все мои... Да, все оно осталось во мне. Но я сегодня невидом этими недостатками. Мне Бог дает достаточно здравомыслия, достаточную долю здравомыслия, достаточную долю мужества, достаточную веры, да, для того, чтобы не быть ведомыми этими недостатками. А в тот момент, когда я невидом, и когда мои дефекты и недостатки не управляют мной, у меня получается, иногда получается делать вот действительно хорошие вещи. Ну вот как-то так. Наталья, спасибо тебе огромное за спикерское, Юля, алкоголик. А ты можешь рассказать, вот реально... Я очень согласна с тем, что и не уходит, и в то же время потрясающий фразу, что я больше невидомый. Можешь выключить. Спасибо. А можешь сказать, вот как шестой, седьмой именно шаг на ежедневной основе? Аж понимаешь, что ты во всех шагах живешь. И вот как именно, вот конкретно, ну, например, вот лень. Вот у тебя лень сегодня. И вот шестой, седьмой шаг. Вот практически. Спасибо. Ну, практически ничего не остается. Практически нужно попросить Бога. И, ну, самое практическое, это поднять задницу и пойти делать. И пойти делать. И, не знаю, делать все-таки... Все-таки у меня... Все-таки у нас программа действий. Все-таки у нас программа действий. И, ну, ничего не получается, да. Бог, ведь Бог дает нам силы делать вещи, да. Но Бог не делает ничего вместо меня. Но Бог ничего не делает вместо меня. И на сегодняшний день, ну, скажем так, я, ну, не придумал лучшего, лучшего способа, как встать, поднять свою задницу с дивана и пойти что-то делать. Или не поднять, да. То есть я же не волшебник. Я еще только, я еще только учусь, так сказать, да. И откладывание на потом, это такой же дефект моего характера, да, с которым мне... Да, многие вещи, которые я знаю, что мне нужно изменять, я их все время откладываю на потом. Но я хотя бы прошу Бога на ежедневной основе. Я прошу Бога, Господи, дай мне готовность, дай мне желание меняться. И когда появляется вот это вот желание, когда появляется... Ну, мне очень трудно достигнуть вот этой вот нужной, действительно нужной готовности, покуда этот дефект действительно не начинает причинять мне боль. Покуда он действительно не начинает причинять мне какой-то дискомфорт. Я надеюсь, что со временем это пройдет, да. Ну, или как-то улучшится, но, к сожалению, на сегодняшний день боль является для меня фактически, ну, чуть ли не единственным таким вот, скажем так, то, что заставляет меня поднимать задницу, идти делать вещи. И опять же, но я начал просить у Бога. Я начал просить у Бога готовности избавляться от своих дефектов. И молитва седьмого шага, естественно, они являются частью моей ежедневной практики, утренней, вечерней практики одиннадцатого шага. Да, спасибо, Виталий Огромный. Там вот вопрос написан еще в чате. Ты че ответишь? Да, если нападает одиночество, как справляешься? Ой, да, спасибо за вопрос. Действительно, если нападает одиночество. Я не помню, кто-то мне сказал в начале выздоровления, да, то есть одиночество, да, это когда вот ты сам собой, ты один и тебе с этим плохо. Да, вот это вот одиночество. Мне сказали, да, если тебе плохо наедине с самим собой, значит, ты в плохой компании. Вот, и я действительно, я, как я уже сказал, да, то есть мне действительно было плохо с самим собой, но, блин, я же говорю, написав четвертый шаг, да, и увидев, что я из себя представляю, это не удиви, это не удивительно, что мне не нравилась моя собственная компания, да, это не удивительно. Сегодня же, сегодня я достаточно комфортно чувствую себя в своем одиночестве. Ведь что такое одиночество? Одиночество, это даже не отсутствие людей вокруг. Одиночество, это невозможность с этими людьми устанавливать какой-то контакт, говорить с ними на какие-то интересные и волнующие меня темы. Вот это вот одиночество. Одиночество, это внутреннее вот это вот состояние одиночества. Во-первых, сегодня у меня есть Бог, да, это самое главное. И у меня есть спонсор, у меня есть товарищи по сообществу, анонимные алкоголики, у меня есть мои подспонсорные сегодня. Сегодня и в те редкие моменты, когда мне действительно становится одиноко и плохо, и вот подступает вот эта вот жалость к себе и все остальное, ну, не знаю ничего. Сегодня я знаю, да, в чем проблема всех вот этих вот моих плохих состояний, плохого самочувствия. В чем проблема, да, даже не в том, что насколько мне плохо вот в тот момент, когда мне плохо. Проблема в том, что когда мне плохо, мне кажется, что так будет всегда. Да, это раньше так было, да. Сегодня я понимаю, что если я ощущаю какое-то одиночество, какая-то что-то меняет, я знаю, что это завтра пройдет. У меня есть вера в программу, да, и это сегодня не слепая вера. Я знаю, что программа работает. И я знаю, что Бог делает свое дело. Поэтому сегодня я пытаюсь не страдать от одиночества. Я пытаюсь им, ну, если не наслаждаться, да, то сегодня я достаточно мирно и спокойно чувствую себя наедине с самим собой. Значит, сегодня я уже не такая плохая для себя компания. Ну, вот как-то так. Курик, Виталь, а можешь десятый шаг свой рассказать? Да, десятый шаг. Десятый шаг, ну, я могу сказать, что хвастаться мне десятым шагом особо нечего. Раньше я действительно, когда мне было плохо, я его делал гораздо чаще, чем я делаю это сегодня. Сегодня, смотрите, естественно, действия десятого шага, то, как они сказаны в книге, и в тот момент, когда мы обращаем, когда мы замечаем за собой злобу, раздражение, ну, или что-то, какие-то проявления недовольства, я всегда останавливаюсь, я всегда зову Бога. Я сегодня редко звоню спонсору, потому что это, наверное, действительно милость Божья, что он меня не ставит вот за это время моей трезвости. Он, наверное, видит, насколько я действительно слабый человек. Он передо мной действительно не ставил таких вот испытаний, которые бы вот могли бы действительно... То есть я действительно не был ни разу за это время на грани такого серьезного какого-то срыва какого-то. Да, были неприятные ситуации. Большинство этих неприятных ситуаций я разрешал при помощи паузы, молитвы к Богу, возмещения ущерба, если я наносил ущерб. И... да, и попробовать сделать что-то хорошее. А что сделать что-то хорошее? Ну, у меня есть такая практика, да. Я помню, я шел как-то, мне было очень-очень плохо, да, после собрания, тоскливо. Помолился, позвал Бога, позвонил спонсору, поговорил. И иду и не отпускает. И вот эта вот четвертая часть, четвертого шага, она же самая трудная. Попробуй сделать что-то хорошее. И я вспомнил, как мне моя товарищ по собранию рассказывала, что когда ей плохо, она выходит просто тупо из дома, да, из своего, и начинает убирать мусор вокруг своего дома. И я помню, я ушел по улице и думаю, блин, ну елки-палки. А я иду, а у нас достаточно грязный такой городок, и я иду по улице, да, просто по улице, даже не по своей улице, и вижу, там мусор валяется, там мусор валяется. И я иду, я начинаю его собирать, да. И вот я иду, я собираю его, минуту собираю. И как бы, и смотрю на себя со стороны, да. И мне в тот момент так, настолько смешно стало, думаю, блин, вот я дурак, да, короче, блин. Чем я занимаюсь? И меня отпустило. И меня отпустило. И меня отпустило, да. И с того момента, да, я вот действительно, я стараюсь сделать, действительно переключиться, переключиться на такие вот, что-то по мелочи сделать. Опять же, звонить спонсору. Окей, было пару таких серьезных моментов, когда мне действительно нужно было звонить спонсору. Но сегодня, слава богу, я редко действительно попадаю в такие ситуации, где мне действительно нужно делать вот полностью десятый шаг в том виде, в котором он выглядит. Ну вот как-то так. Спасибо. Спасибо большое. Супер. Ребята, есть у кого-нибудь вопросы еще? Жанна, можно вопрос? Алло, алло. Виталий, ты здесь? Да, да, конечно, я слушаю. Вот скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что не было никаких срывов. А были такие состояния, когда вроде все нормально, все хорошо, и прямо вот накапливая. Вот состояние, вот мне плохо, хочу выпить, хочу выпить, хочу выпить. Вот как с этим справляться? У меня вот, ну это сегодняшнее мое состояние, то есть я вот, скажем, закончила работу, все, идти домой. И у меня прям это вот навязчивое мысло, оно просто появилось в голове, и не знаю, что с этим делать. Вроде бы ничего такого не случилось, там, ничего серьезного, обычный день. А меня просто вот накрыло, и все. Ну, просто я знаю, что у меня там, мне нужно бегом бежать домой, потому что в 9, вот, ну, по нашему времени, в 9 группа. Ну, я не знаю, как я в следующий раз, и как справляться с таким состоянием. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Ну, я почему-то уверен, что если ты переживешь сегодняшний день трезвой, да, то в следующий раз тебе будет легче справиться с этой ситуацией, и это нормально. Опять же, как я говорю, у меня действительно первые полгода, у меня такие состояния были фактически ежедневно. Ежедневно мне было очень плохо. Я из тех депрессивных личностей, да, которые всегда из мухи делают слона. И мне очень помогла, было у нас, у нас семинарили два спикера, один с Америки и с России, да, делали семинар по шагам. И вот мне очень запомнилось, как эта спикер сказала одну фразу, она не говорила ее мне, она в общем обрисовывала ситуацию, она говорит, вот что люди постоянно жалуются, приходят в программу, да, и начинают звонить мне, жаловаться, про подспонсорных она своих говорила, да, что вот мне плохо. А что вы хотите? А что вы хотите? Годами, год за годом, несколько десятилетий, день за днем, я целенаправленно разрушал, уничтожал свою собственную жизнь. Сегодня я перестал это делать, я прихожу в анонимные алкоголики, и я почему-то думаю, что мне, блин, сразу должно перестать плохо. Но это не так. То есть, да, то есть, скажем так, я сделал достаточно много для того, чтобы чувствовать себя плохо. То есть, это результат моих действий, то, что мне плохо. И что самое, вот поменять вот эту концепцию, да, я же почему-то всегда, и мы со спонсором своим очень часто про это говорили, да, мы люди, вот алкоголики, да, вообще зависимые, по какой-то неведомой нам причине решили, да, что нам вообще не должно быть плохо, да, что когда я чувствую себя плохо, когда мне что-то плохо, это, ну, какая-то, блин, ну, я не знаю, несправедливость какая, вот вселенная несправедлива к Виталику, да, что мне так плохо. А на самом деле мне нужно принять, в первую очередь принять, что мне может быть плохо. И, учитывая то, что я делал со своей жизнью, да, можно сказать, мне даже должно быть поначалу плохо. И само принятие, да, само принятие, оно очень много чего вот объясняет, да, то есть, я первым делом не делаю из этого катастрофу, мне не нужно делать из этого трагедию, мне не нужно делать из этого конец света. И вот когда мне плохо, да, второе, самое, наверное, даже более важное, что ведь мне, когда плохо, что значит мне плохо, да, я не знаю, там, не знаю, меня комар укусил, да, мне плохо, да, и вдруг у меня перед глазами вот такая появляется картина, ну, я не знаю, у меня появляется картина апокалипсиса. Такое, знаете, все полностью разрушенное, выжженное, да, разрушенные дома, там куча черепов, там черное солнце, да, вот как в фильмах рисуют картину такую постаполептическую, да, вот. Но что самое интересное, да, что рисуя вот эту вот картину перед моими глазами, я начинаю на это смотреть, и картина начинает, она как бы вот удлиняться, такой эффект, я называю это туннельный, да, и мне кажется, я вот через эту картину смотрю на всю, на всю свою жизнь до того момента, когда я умру. И мне кажется, что не просто мне будет мне плохо, в чем вся фишка, мне кажется, что так будет всегда. И вот это вот самая большая обманка, да, сегодня я знаю, что даже если мне сейчас сегодня плохо, завтра это пройдет. Главное, чтобы не попасться на вот эту вот уловку, принять то состояние, что мне сейчас плохо, да, и что так будет не всегда. Да, и это действительно мой опыт сегодняшний показывает, да, что на самом деле какая бы мне не отвратительно казалась жизнь сегодня вечером. Завтра утром я встану и скорее всего я буду, я посмотрю на это по-другому. Вот не ловиться на вот эту вот уловку, да, что первое, мне не должно быть плохо, мне иногда будет плохо, я это принимаю. И в тот момент, когда мне плохо, мне нужно понять, что так будет не всегда. И вот эти вот две вещи мне помогают вот действительно пережить вот эти вот ситуации сегодня. Ну и естественно действия по программе. Все, спасибо. Спасибо, Виталик. Доходчиво, доходчиво. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok